МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН. США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартир организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту именобороны по химоружию. Почувствовали химию, США готовы воспользоваться провокацией в Сирии. Новая атака белых кассок в Идлибе задержит вывод американских войск из САР. Снова вынуждены обратить внимание на то, что США недобросовестно выполняют свои обязательства в качестве места размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и даже используют такое положение в собственных корыстных внешнеполитических целях, приводит сообщение ведомства РИА Новости. 25 апреля российский эксперт, консультант Генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза ООН из-за того, что США не дали ему визу. МИД отметил, что специалист должен был принять участие в брифинге по докладу о якобы совершенной химатаке в Сирийской Думе, которая повлекла за собой ракетный удар международной коалиции во главе с США, в нарушение устава ООН. Российское ведомство указало, что Поклонский собирался представить убедительные свидетельства того, что химатака была провокацией со стороны незаконных вооруженных формирований их пособников, в том числе на Западе. Помешав приезду в Нью-Йорк к авторитетному эксперту по химическим веществам, властью США явно стремились не допустить распространения с трибуны ООН объективной информации о происшествии в Думе. В Вашингтоне очень не хотят, чтобы мировое сообщество убедилось, что прошлогодняя американская агрессия против Сирии осуществлена под сфабрикованным предлогом, подчеркнули в МИДе. Ракетный удар США и их союзников по Сирии был осуществлен 14 апреля 2018 года после сообщения неправительственной организации «Белые каски» о применении в Думе химоружия. Организацию неоднократно уличали в фальсификации доказательств. Позже российские специалисты доказали несостоятельность этих заявлений.